Приветствую вас. Вопрос в данном случае про то, что автор познакомился с парнем, который на момент знакомства был в отношениях, но эти отношения ему не складывались. Он говорил, что хочет расстаться с бывшей, и по итогу автор выслушивал его проблемы на протяжении нескольких месяцев. После он расстался с девочкой и предложил автору отношения, признавшись ей в любви. А автор предложил ему подождать, потому что считает странным, начинают новые отношения сразу после старых. А дальше началась история о том, что мужчина периодически возвращался к бывшим, обманывал автора и автор в итоге не знает, что делать. Смотрите, в первую очередь вам нужно увидеть то, что мужчина не завершил отношения с бывшей, так или иначе. И вам нужно увидеть то, что вы здесь выступаете своего рода костелем, опорой для мужчины. Вам нужно увидеть то, что вот эта вот вся в целом ситуация неопределенности, которую вы описываете, вся в целом ситуация неопределенности связана только с тем, что вы не можете сами принять решение. Буквально, буквально не знаете, что вам делать. Ну вот, вот, буквально. И именно незнание, именно незнание от того, что вам делать. И приводит, по сути, к тому, что вам вот так тяжело. И идея здесь, на мой взгляд, заключается в том, чтобы определиться со своей позицией, чтобы решить для себя, где моя позиция, где моя позиция. Вот. И все. А вы этого сделать, вот, в данном случае, ну вот, не можете, вы пытаетесь на человека опереться. Пытаетесь у человека взять какой-то ответ, а он вам его не дает. А он вам его не дает, потому что, ну вот, по моему мнению, да, ну вот, как мне кажется, не слишком, не слишком доверяя себе, вы пытаетесь добрать у него, и не слишком доверяя себе, так же, как мне кажется, я повторюсь, вы выбираете, с такого партнера, или с таких партнеров, которые, ну, так же, как и вы, себе не слишком доверяя себе. Понимаете, да? Какая штука. И, соответственно, работать здесь, вам, как мне кажется, в первую очередь, нужно именно над повышением уверенности в собственных силах, уверенности в собственных силах. Именно над повышением уверенности в собственных силах. А может быть, может быть, над повышением своей самооценки. Понимаете, да? Какая штука. Ну, пока что вы этого не сделали. И, соответственно, говорить о чем-то, ну, на мой скромный взгляд, предевременно, как-то вот так, я бы, наверное, ответил бы вам на вопрос. И, возможно, возможно, действительно хорошей идеей было бы обсудить то, что происходит. с вами, вот, ну, то, что вы ощущаете, да, вот, то, что вы чувствуете. Возможно, действительно было бы хорошей идеей это обсудить с кем-то. То есть, ну, просто, вот, скажем так, озвучить и проговорить этот аспект. Вот. 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 Главное, это действительно было бы для вас полезно сейчас. И, возможно, что это позволило бы вам действительно лучше как-то вот в себе, ну, в себе разобраться. Вот. Вот. Вот это то, что, в принципе, я хотел вам сейчас сказать. С, с, своей позиции, да, вот, с позиции психологии, с позиции психотерапии, вот, с точки зрения своих ценностей, с точки зрения своей практики, потому что, ну, как бы, такие ситуации, ситуации я включал, встречал уже, вот. Что еще нужно, точнее, что еще можно вам сделать, да? Вам можно прочитать про треугольник Карпмана. Вот. Вот. Вы сейчас находитесь в созависимых отношениях с человеком, вот. В очень-очень созависимых отношениях вы сейчас с мужчиной находитесь. Вот. Вот. И ваша задача заключается в том, чтобы из треугольника Карпмана выйти. То есть, ваша задача заключается именно в том, чтобы перестать быть треугольником Карпмана. Сейчас вы в нем находите треугольник, вот, ваша задача из него выйти. А самостоятельно, скорее всего, вы этого сделать не сможете. Потому что, если бы могли, все бы сделали, ну, все бы сделали давно. Вот. Поэтому, скорее всего, вам нужна помощь, вот, ну, как бы, психотерапевтическая. По выходу из этих отношений. Не из отношений с ним. А из отношений, вот, треугольника Карпмана. Сделать это можно в том числе через принятие личной ответственности за происходящее с вами. Вот. И за счет работы с личными границами. То есть, вот, эти вещи достаточно важны и вам они, соответственно, могут помочь обрести себя и не терять, не забывать себя. Вот. А сейчас именно это и происходит. Сейчас именно это и происходит, что вы себя забываете. Ну, вы про себя забываете. Вот. К большому сожалению. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду вам благодарен за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов. Для психотерапии. Вот. Это именно вот. Формируя обратную связь, вы формируете базовые направления для психотерапии. То есть направления, в которых будете работать уже со специалистом. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова